Растущая инфляция окончательно добит рынок жилья Недвижимость Ипотека 29 апреля 11.30 Растущая инфляция окончательно добит рынок жилья Критический перекос экономики не позволит сделать доступной ипотеку Андрей Захарченко Комментарии в просмотров 1628 Фото Константин Кокошкин Глобал Лук Пресс Материал комментируют Алексей Коренев Чтобы оставаться конкурентно способными в новых рыночных условиях Признают аналитики по недвижимости Девелоперам хочешь не хочешь придется повышать качество своих проектов Например, искать необычные архитектурные и дизайнерские решения Обустраивать обширную внутреннюю инфраструктуру или придумывать что-то еще Но при этом есть риск, что данные изменения приведут к дефициту доступных квартир и удорожанию жилья А вслед за этим резкому падению спроса Если застройщики хотят остаться на плаву и не выпасть из обоймы Они вполне могут прибегнуть к уже хорошо зарекомендовавшему себя средству сокращению метража и квартир Считают, в частности, представители компании инкомнедвижимости Тем более, что такое они уже успешно проделали в 2008 А в 2015-2016 годах успешно повторили еще раз Тогда еще над этим в Казани посмеялся вице-премьер Игорь Шувалов Я, дескать, и представить не мог В эту программу включат и другие категории населения То доля сделок с использованием ипотеки способна достигнуть 85% от общего объема продаж С этим, однако, в России, проблема Читайте также Кремль свалит свои провалы на губернаторов А регионы раздаст олигархам новые критерии оценки деятельности глав регионов Возвращают страну к крепостному праву Во-первых, сама ипотека, судя по всему, сложила с себя титул драйвера рынка недвижимости Так, коммерсант со ссылкой на данные компании Дом РФ и Франк Карджи Сообщил, в начале 2019 года число ипотечных заемщиков сократилось на 5% Основных причин тут три Во-первых, россияне начали брать меньше кредитов Потому что экономическая ситуация в стране не очень хорошая Во-вторых, существенно увеличилось число отказов в выдаче кредитов Как отметил в свое время председатель Гособрания Республики Башкортостан Константин Толкачев Большая часть отказов банками совершенно необоснована И есть данные, что финансистами не удовлетворяется почти 60% заявлений В-третьих, ипотека с сентября прошлого года дорожает из-за повышения ключевой ставки Центробанка Ее среднее значение в нынешнем феврале превысило отметку в 10% годовых Правда, дом РФ и Франк Карджи высказали уверенное предположение Что уже во второй половине 2019 года оно должно опуститься ниже этого значения Впрочем, серьезные аналитики с такой точкой зрения категорически не согласны Ставка по ипотеке жестко коррелирует с ключевой ставкой ЦБ Подчеркнул в беседе с корреспондентом СП-аналитик ГК Фином Алексей Коренев И пока она составляет 7,75% годовых Ставка об ипотеке не опустится ниже 10 вопросительный знак 9,5% Однако надо понимать, что задачи ЦБ проводит кредитную политику, направленную на достижение нескольких целей Среди них удержание уровня инфляции в определенном коридоре Рост ВВП, рост промышленного производства и потребления Плюс ЦБ еще покупает у Минфина валюту для пополнения Фонда национальной безопасности Так что повышение ключевой ставки происходит, как говорится, не от хорошей жизни Если она будет понижена, у нас сразу взлетит инфляция И пока риски высокой инфляции сохраняются, ключевая ставка опускаться не будет Вопрос, на самом деле, тут вдруг СП, в чем же именно? У нас как-то очень странно в последнее время стали меняться методики по счету статистики И я боюсь, что в один момент мы можем увидеть цифры инфляции, не совпадающие с действительностью Пока, правда, вроде бы все совпадает По итогам первых трех месяцев этого года инфляция составила 1,8% Это несколько выше плановых показателей, поскольку в пересчете на год получается инфляция выше 7% Но если я вдруг увижу, что инфляция начнет резко падать до 4% годовых У меня, например, возникнут сомнения о насколько корректно все это считалось И если ключевая ставка начнет снижаться на основании вот таких расчетов Тогда реальная инфляция, не та, что публикуется А та, что ощущается россиянами на своих кошельках Уйдет еще выше СП, возможно ли в принципе сейчас перед кем-то поставить задачу по снижению ипотеки так Чтобы наиболее эффективно решить вопрос? А все остальное у нас, по большому счету, на ипотечные ставки не влияет Пожалуй, разве что резко возросшая конкуренция Но пока у нас банковская система будет иметь такой сильный крен в сторону государственного сектора Ведь более 70% игроков тут газбанки Конкуренция будет невысокой Условия некомфортными А ставки высокими Майские отменяются Миллионы россиян не пускают за границу Из-за долгов и западения доходов Число должников Россия растет с каждым годом Длинные деньги к нам не идут Никто не рискует вкладываться в бизнес надолго А раз нет частников, то их нишу занимает государство со своими деньгами Измениться же все может при условии, что хотя бы на 50 вопросительный знак 60% банковский сектор будет частным Доля газбанка в 70% критична СП, и как это сделать Пока непонятно, потому что в целом бизнес-среда в стране такова, что новые банки не открываются, а западные приходить сюда не спешат Поэтому бал правят 5 вопросительный знак 6 крупных игроков, из которых частным является только один При этих условиях едва ли банкиры согласятся снижать свою маржу, только чтобы ипотека пошла вниз Ставки по жилищным кредитам в среднем на 2% выше ключевой ставки как раз та самая маржа, которая наших финансистов устраивает Ужиматься с этой цифры они не хотят, да и вряд ли будут, потому что конкурентная среда позволяет Правительство мало что может сделать, а что касается глубоких реформ, то о них никто даже не задумывается А, по-хорошему, реформы здесь нужны не косметические, а глобальные Потому что если слегка что-то исправлять, все равно что обои клеят на падающие стены дома Здесь надо менять судебную систему, надо менять правовую систему, надо менять выборную систему Губернаторы должны избираться по-настоящему Должна быть ротация руководящего аппарата А главное у нас же любой чиновник, не только губернатор, боится не того, кто его выбирал, а того, кто его на это место поставил И работает он, естественно, не на людей, а на тех, кто сверху перестраховывается Что будет при таком подходе, известно еще со времен Салтыкова-Щедрина как бы чего не вышло Новости недвижимости В России увеличилось число желающих продать свою дачу проблемы ипотеки Почему строительство жилья в России давно стало сплошным кидаловым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!